Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Деяний Святых Апостолов и сегодня мы будем читать вторую главу этой книги. И первая тема с 1 по 13 стих 2 главы книги Деяний это Пятидесятница, свидетельство о том, как Святой Дух сходит на апостолов. И мы читаем. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились. Вот этот шум ветра им уже предсказал Христос. Когда он дверями затворенными вошел в Сионскую горницу, он сказал «примите Духа Святаго». Он дунул и показал, как это будет происходить. То есть неким дуновением. И действительно так это и произошло. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. «И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнили все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Христос уже сказал им, что они будут свидетелями «Ему до края земли». А так как Христос подтвердил сам, что проповедь Евангелия теперь будет обращена ко всем народам, племенам и языков, то они получают эти иные языки, дар иных языков, чтобы беспрепятственно приходить к разным народам, племенам, языкам, и на их языке свидетельствовать им о великих делах Божьих. И апостол Павел в 14 главе первого послания Коринфянам пишет, что языки — это знамение для неверующих. И действительно, для неверующих это было знамение, когда к ним приходили апостолы, и совершенно без всякого акцента свидетельствовали о великих делах Божьих на их родном языке. И исполнили все духа святаго и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные и всякого народа под небесами. Это те, которые пришли на праздник Пасхи. Многие из них были свидетелями входа Господня в Иерусалим и свидетелями распятия Христа. И они остались на праздник Шавуот, то есть Пятидесятница, когда вспоминалось дарование закона Божия. И эти люди были разнонациональные, потому что среди них было очень много празелитов. Празелитами в то время называли тех людей, которые из язычества, из других национальностей обратились в иудаизм. В Библии, в Ветском Завете, они называются словом гер, это по-еврейски, это слово означает пришелец. И вот таких пришельцев в те времена было очень много, а в основном это были те, которые приходили из Рима и из Александрии. Это два таких мощных еврейских диаспор, которые существовали на тот момент. В Иерусалиме же находились иудеи, здесь не сказано евреи, а говорится о вероучительной принадлежности, люди набожные, из всякого народа под небом. То есть они по происхождению в массе не были евреями, этническими евреями. Когда сделался этот шум и собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием, вот это уточнение не просто языком, а наречием, это значит, они говорили без всякого акцента. Все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне, как же мы слышим каждой собственное наречие, в котором родились. Парфиане, Медяне, Иламиты и жителями Спотами, Иудеи и Каппадокия, Понта и Осии, Фригия и Памфилия, Египта и частей Либии, принадлежащих Киринеи, пришедшие из Рима, Иудеи и Празелиты. То есть обращенные из язычников, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих, и изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. То есть трудно было понять, что происходит, но вот те, которые слышали их апостолов, говорящих на своем языке, то есть на их языке, на их наречии, они как бы догадывались, что это какое-то чудо. А людям со стороны казалось, что это какая-то абракадабра. Может быть, они действительно напились сладкого вина. Но апостол Петр ниже будет оспаривать вот то, что якобы они напились сладкого вина, потому что время было раннее, и у евреев не было принято в те времена пить с позаранку. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой, возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и, внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. То есть не принято было в еврейском сообществе так рано выпивать. Но это есть предреченное пророкам Иоилем. И далее идет цитата из Ветхого Завета. «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши, будут видеть видение, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, в те дни, и залью от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя, Господне спасется. Вот это пророчество из книги Иоиля, у Иоиля это вторая глава, с 28 по 32 стих, но оно соединено с пророчеством из Захарии 12.10. Итак, после этой такой обширной цитаты Петр говорит, «Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея». То есть он говорит не от своего имени, а действием Духа Святаго, он говорит как бы со слов Иисуса Христа, потому что сам Христос говорил о Духе Святом, он напомнит слова мои. «Мужи израильские, говорит Петр, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, то есть язычников, римлян убили. Вот здесь говорится, что казнь Иисуса была по определенному совету, имеется в виду совета Сангидрина, то есть Сенедриона, который приговорил Христа к смерти, но это же было и по предвидению Божию, то есть это было не без Божьего попущения. 24 стих и далее. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Действительно, смерти реально невозможно было удержать его. И я как-то объяснял, что вот в чуде воскресения Христа на самом деле нету ничего чудесного. То, что Христос воскрес, Христос — это не просто человек, это Бога-человек. Бог и есть источник жизни. Самое чудесное здесь заключается в том, а как Бог смог умереть. Вот это поражает. Потому что Бог и есть сама жизнь. О Боге сказано в Библии, мы им живем, движемся и существуем. И когда Бог оказался в состоянии вот этой смерти, Бога-человек Христос Иисус, то Петр и говорит, потому что ей, то есть смерти, невозможно было удержать его. Он и есть жизнь в таком абсолютном понимании. Давайте вспомним, что одно из имен Бога — это слово «сущий», по-славянски «сы», то есть «вечно сущий». Это еврейское слово «яхве», которое является наложением трех временных форм в слове «жизнь», «хая». То есть получается, тот, кто был, есть, будет. Он и есть сама жизнь. Как смерть могла его удержать? Поэтому Петр говорит, расторгнув узы смерти, то есть Христос, по сути дела, смертью смерть попрал, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одеснуя меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, и даже и плоть моя упокоится в упование. Ибо ты не оставишь души моей в ааде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Здесь Давид пророчески свидетельствовал о том, что когда он оказался в ааде, а все ветхозаветные люди шли в аад, когда Христос сошел в аад душею, он вывел оттуда всех находившихся в ааде силой ипостасного божества. И далее Петр продолжает. «Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о проце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». То есть к Давиду эти слова относятся только опосредственно. «Будучи же пророком, зная, что Бог склятвый обещал ему отплодать, чесил его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в ааде, и плоть его не видела тления». Ну, плоть Давида она испытала тления, душа Давида как раз осталась в ааде до того момента, пока Христос, сойдя в аад, не выбил его блаженную душу. «Сего Иисуса, который не увидел тления, ибо когда он умер на кресте, а смерть — это когда душа человеческая отделяется от человеческого тела, божество Сына Божия в этот момент смерти Христа не отделилось ни от его человеческой души, ни от его человеческого тела, поэтому тело не испытало никакого тления. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницей Божию, то есть на небо, как он сам говорил, пойду к Отцу, умолю Отца, и он пошлет Дух Святаго. Итак, он, то есть Христос, быв вознесен десницей Божию, и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». То есть излияние Духа Святаго происходит через Сына, не от Сына, потому что мы православные держимся буквой Писания, Христос говорил, что Дух Святой от Отца исходит, но через Сына, через Сына, то есть заслугами Христа мы сподобились принять Духа Святаго, ибо в лукавую душу не войдет премудрость Божия, а Дух Святой – это действие, научающее нас премудрости. «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одеснуем меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног моих». То есть, когда Давид говорит, сказал Господь Господу моему, а ведь Давид был царь, значит, над ним был Господь, который сказал Господу. Это речь идет о Боге Отце и о Боге Сыне. «Ибо Давид не вошел на небеса, он сам говорит, сказал Господь Господу моему, сидя одеснуем меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, продолжает свое свидетельство, очень бесстрашное свидетельство, апостол Петр, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Эта проповедь произносится действием Духа Святаго, силою, бесстрашно, потому что, приняв Дух Святаго, апостолы облекли силу Божию, и если до этого они трепетали, страха ради иудейского, прятались в Сионской горнице, то здесь они возвещают силой Духа Святаго. И какая же реакция этой толпы, которая слышала эту проповедь? Услышав это, они, то есть люди, которые слушали Петра, умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. Петр же сказал им, покайтесь. Обращение к Богу начинается с осознания собственной греховности. Вот почему в Царстве Божии, как учил Христос, опережая всех, идут блудницы, мытари и грешники. Почему? Потому что у них нет иллюзии относительно какой-то своей праведности. В Писании вообще сказано и в Ветхом Завете у порока Исаи, это повторяется и в Новом Завете, что вся наша праведность, то есть человеческая праведность, она как запачканная одежда. И христианство начинается именно с осознания своей греховности. Позже апостол Павел запишет в послании к римлянам, что Христос и умер за нечестивых. И кто не считает себя нечестивым, он не может быть христианином. Петр же сказал им, покайтесь, то есть осознайте свое падение и обратитесь к жизни в Боге и с Богом. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Вот когда он говорит о покаянии, он просто говорит, покайтесь. Даже покаяться могут только те люди, которые взрослые и осознают свою греховность. Но когда он говорит о крещении, он говорит более радикально. И докрестится каждый из вас. А почему? Во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Вот почему каждый должен креститься, и взрослый, и младенец. И взрослый, и ребенок. Потому что все под грехом. Давид говорит, беззаконие зачат я, и во грехе родила меня мать моя. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Вот эти слова докрестятся каждый из вас во имя Иисуса Христа имеется в виду то, как учил Иисус Христос. А он учил креститься во имя Отца и Сына Святого Духа. И получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, здесь имеется в виду взрослые, и детям вашим, а здесь имеется в виду, начиная от младенцев и далее. И всем дальним, то есть язычнике, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединился в тот день душ около трех тысяч. Если на момент Вознесения Христа община Иисуса Христа это от 120 до 150 человек, не более, то Петр действием Духа Святого, силой Духа Святого обращает сразу три тысячи человек. Христос это предсказал. Он говорил апостолам, «Дела, которые я творю, вы больше сотворите». И то, что слышите на уши, теперь будете проповедовать на кровлях. Далее дается нравственная характеристика Первой Церкви. И они постоянно пребывали в учении апостолов, то есть обращенные, в общении и преломлении хлеба, то есть евхаристические агапы, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, то есть коммуния. У них не было частной собственности, все было общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. То есть это был христианский социализм или даже коммунизм, когда никто ничего не считал своим. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот это уточнение, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви, это указание на то, что они действовали не своей силой, а силой Божией. Святитель Иоанн Златоуст говорит о жизни первых христиан. Не часть одну они давали, а другую оставляли у себя. И отдавая все, не считали за свое. Они изгнали из среды своей неравенство и жили в большом изобилии, притом делали это с великой честью, так они не смели отдавать в руки апостолов, непосредственно в руки их давать, и не с надменностью отдавали, но приносили к ногам их и предоставляли им, то есть апостолам, быть распорядителями и делали господами, так что издержки делались уже как из общего имения, а не как из своего. Это предохраняло их и от тщеславия. Если бы так было и теперь, то мы жили бы с большой приятностью и богатые, и бедные. То есть церковь всегда воспринимает первую церковь, первенствующую церковь, Иерусалимскую, как образец для подражания, и в социальном смысле они установили вот это равенство, коммунию, когда никто и ничего из своей собственности не почитал своим, но общим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok